Сообщения о том, что лайнер «Князь Владимир» зайдет в Сухумскую бухту рано утром в понедельник, появились в прессе еще накануне. Уже до рассвета в порту прибытие судна с волнением ожидали ответственные специалисты, представители СМИ и простые горожане. Ближе к 9 часам утра лайнер взял полный курс на Сухумский порт. 2 декабря 2019 года – это день второго рождения Сухумского порта. Первый раз в истории современной Абхазии в морскую гавань нашей столицы заходит российский круизный лайнер «Князь Владимир». Это всего лишь тестовый заход судна, но можно с уверенностью сказать, что жители страны запомнят это зимнее утро навсегда. После того, как было принято окончательное решение о включении в круизную программу «Князя Владимира», посещение Абхазии в столичном порту начались серьезные подготовительные работы, которые продолжались несколько месяцев. И вот специалисты посчитали возможным попробовать пришвартовать корабль в Сухуме. Увидеть это впечатляющее действие, несмотря на холодную ветреную погоду, собралось немало людей. Некоторые из них признаются, что минувшая ночь была бессонной и очень волнительной. «Давно мы этого ждали, когда уже какое-то изменение в лучшую сторону будет в нашей республике. И даже спать сегодня не смогла. Я с часу воды стволала, а в шесть часов уже пошла на берег. Издали были видны огни. Потом на рейде стоял и все ждем, ждем, наконец-то, наконец-то». Порт Сухум уникален своим удобным расположением. В советское время здесь швартовались морские и океанские лайнеры. Коренные жители столицы признаются, что испытывают сегодня моменты ностальгии. «Мы сухумчане, которые видели подход таких кораблей красивых, детьми бегали по этой набережной. Поэтому для нас это очень, для меня очень заново. Я стою, волнуюсь, я вам честно скажу. Стоим и ждем здесь все горожане». Время идет быстро и с каждой минутой князь Владимир подходит все ближе к порту. Его сопровождают буксиры. Морской вокзал дает окончательную команду. И спустя несколько минут происходит швартовка лайнера. Люди снимают происходящее на мобильные телефоны и аплодируют. Судно успешно пришвартовано в Сухумском порту. «Прям душа радует, когда видишь такое. Красота. Надеюсь, что еще продолжение будет такое. Вот потихонечку и все налаживается». «Слегка даже поражает событие это сегодняшнее. Я думаю, что это хорошее начинание для Абхазии. То есть может быть даже не начинание, может быть даже продолжение того, что было раньше при Советском Союзе. Так что у людей просто появится возможность быть водными туристами. То есть преодолевать это расстояние по морю и получать какие-то новые впечатления». «Мы с утра пришли, узнали, что прибывает князь Владимир. Мы ждали долгожданную встречу. Нам очень понравилось. Прям просто слова нет». Несказанно рады прибытию круизного лайнера и юные жители столицы. Бразилион и Сулхан. Борцы признаются, что поражены размером судна. «Раньше видео корабли, они настолько большие. Он понравился. Мы специально пришли, чтобы его увидеть. Он сам такой огромный и красивый такой». Поприветствовать команду лайнера в Сухумский порт прибыла делегация представителей руководства страны во главе с президентом Раулем Хаджинба. Встреча гостей в рамках национальных традиций, подзвучания музыки и угощения. У самого трапа заместитель руководителя федерального агентства речного и морского транспорта Российской Федерации Захарий Джиоев подчеркивает в интервью журналистам. Тестовый заход лайнера прошел успешно и без нареканий. «Все прошло четко по тому плану, который намечали. Погода, как вы видите, вообще просто идеальная. Солнце, главное нет ветра, волны. Все прошло очень четко. Отработали и судовые команды, и береговая команда. Все отработали прям как надо и пришвартовались идеально». Это знаковое событие для развития туристического направления Абхазии, отметил президент Рауль Хаджинба. «Я надеюсь на то, что те процессы, которые были до войны, связанные с туристической деятельностью, с заходом больших кораблей, будут иметь место с сегодняшнего дня и в нашей Абхазии». Девятипалубный лайнер «Князь Владимир» рассчитан на 800 человек. На борту расположены три ресторана, два бассейна и кинотеатр. Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь. Установленную программу лайнера с 2020 года включен и сухом. «Первый раз, говорю, с таким дружеским визитом захожу. Обычно как-то, ну, уже по накатанному ходили. А сейчас это просто тестовый рейс, первый раз. Интересно. По времени нас ограничивало только, что мы должны были подойти сюда поутру. То есть сюда, в принципе, дойти можно за четыре часа в Сочи. Все зависит от того, как распланировать, я имею в виду, время захода». Юрий Трегианов-боцман работает на лайнере с момента запуска. Заход в бухту Абхазской столицы прошел удачно. Даже бушевавшая в воскресенье вечером непогода сменила свое настроение, отмечает моряк. «Получилось все очень хорошо даже. Мы думали, что будет хуже, хотя и погода так начала сопутствовать нам. Пришвартовались, все нормально, все отлично. Сухумский порт, ну, обычный, как Ялта, тоже похож на Ялту немножко. Тоже такие же сделаны здесь. Ну, в принципе, нормально. Приходить можно и работать здесь можно. Хороший лайнер вообще. Отдыхай, да отдыхай». Первый рабочий заход в порт Сухум в рамках круизной программы князя Владимира запланирован на май 2020 года. Лайнер будет приходить в Абхазию раз в четыре недели, до сентября. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.